Сегодня начальник управления МВД России по Кировской области Сергей Солодовников ответил на вопросы кировчан в ходе прямой телефонной линии. Особое внимание было уделено так называемому делу врачей. Подробностям разбирательства вокруг ДТП на Карла Маркса и другим резонансным антикоррупционным делам. Сему продолжит Иван Швецов. Сергей Солодовников возглавляет кировские правоохранительные органы всего 100 дней. Но за это время произошло столько громких отставок в высших эшелонах власти и разоблачено столько коррупционеров, что эти 100 дней по результативности стоят нескольких лет напряженной работы. Во время пресс-конференции вновь звучали вопросы по поводу резонансного ДТП на улице Карла Маркса. Эдуард Игнатьян, который находится под домашним арестом, по странному стечению обстоятельств долгое время не был лишен прав на управление автомобилем. Сейчас решение суда по этому вопросу принято. Когда только было определено, что у него 0,3 промилле, вы помните, я сразу сказал, что материалы административного правонарушения будут направлены в суд. Вопросы административного правонарушения и уголовного, это совершенно разные вещи. Путем нашей совместной работы было принято решение судом совершенно законное, он лишен прав на год и восемь месяцев. Решение принимал суд, не Солодовников. И никаких решений я здесь не продавливаю. Многие кировчане и жители области жалуются на строгие правила продажи спиртного в ночное время. Люди попросили начальника кировских полицейских, чтобы послабления в этом вопросе были сделаны хотя бы на период новогодних праздников. Ответ Сергея Солодовникова лишил любителей выпить ночью всякой надежды. Есть закон, на котором мы настояли. В ночное время употреблять алкоголь нельзя. Я призываю и мэра города сегодня, и губернатора области закрыть и выйти с инициативой. Я уверен, что прокурор поддержит выйти с инициативой и закрыть рюмочные кировские области. И сделайте это во изнаменование новогодних праздников. Что касается так называемого дела врачей, то основные фигуранты охотно сотрудничают со следствием и дают подробные показания. Становятся известны все новые и новые участники организованной преступной группировки. А те молодые люди, которые откупились от службы в армии, несут в полицию заявление с повинной. Таких набралось уже больше 20 человек. Для уклонистов это единственный шанс избежать уголовной ответственности.